Всем огромный привет! Итак, сегодня, ну, я не скажу, что прям праздничное видео, хотя для меня, ну да, есть такое немного праздничное видео. Значит, на канале, наконец-то, 5000 подписчиков, 5.008, это вот когда я, значит, собиралась снимать видео, было на этот момент, где-то в час ночи, я увидела заветную цифру 5000, и, в общем, конечно же, порадовалась. Вот, огромное спасибо вам, естественно, вам, потому что вы подписываетесь, вы смотрите, вы комментируете, мне очень приятно. В любом случае, это поддержка, это обратная связь, если бы ее не было, наверное, ну, не так было бы интересно заниматься таким моим любимым делом, да, ведением YouTube-канала. Итак, я говорила, что на 5000 подписчиков у нас будет конкурс, у нас будет розыгрыш, и вот именно под этим видео давайте так договоримся. Кто хочет поучаствовать, кто хочет подарочек, вы пишите комментарий, участвую. Обязательно нужно быть подписанным и поставить лайк. Где-то 3-4 дня мы подождем, потому что не все в первый же день смотрят видео, да, вот, может быть, просто YouTube не всегда показывает видео, такое бывает. В общем, ждем 3-4 дня, и потом в прямом эфире мы с вами выясняем, кто же будет победителем. Ну и, естественно, так как я из России, соответственно, участвуйте, пожалуйста, если вы живете в России. Уже я, кстати, на 1000 подписчиков отправляла один аромат, делала конкурс, отправляла один аромат в Украину, на Украину, не знаю, как правильно даже. Ну, в общем, все нормально, аромат дошел, так что, в принципе, Украина тоже участвует, но, наверное, там, белорусы, пожалуйста, потому что, в принципе, мы где-то рядом. Я думаю, что получится отправить посылку. В общем, как-то так. Что по поводу подарка? Подарок будет не один аромат, а три аромата и одна тушь. Тушь, у меня ее сейчас нет, я ее заберу, ну, наверное, уже завтра. Это тушь-новинка от компании Faberlic, я вставлю картиночку куда-нибудь, потому что я ее, честно говоря, еще сама не тестировала. И, знаете, я, ну, как бы я ожидала, что будет пять тысяч подписчиков, но почему-то мне казалось, что это будет, ну, вот прям к концу декабря. Я как-то так не ожидала, что вот, ну, так быстро, так быстро. На самом деле, получается, ну, почему-то в ноябре, ну, плюс-минус там на сто человек подписалось на меня больше, чем обычно по статистике. Вот, поэтому вот так. Так что эту тушь я заказывала себе, конечно же, но мы ее посмотрим в заказе Faberlic, вскрывать я ее не буду. Я думаю, что если кто-то захочет посмотреть, как выглядит щеточка и все остальное, в принципе, очень много есть информации на просторах YouTube, да, можно будет найти. Дальше, по поводу аромата, полный размер, аромат, это компания Avon, это Yves Elegance. Yves Elegance, я ее очень сильно люблю, она у меня есть, и я бы ее задублила. Но я в тот момент подумала, что это будет хорошая парфюмка на подарок. Почему? Потому что она всем подойдет. Не все любят слишком свежие ароматы, не все любят слишком сладкие ароматы, и даже цитрусы не всем, как оказывается, они подходят. Это аромат цветочный, он нежный, он слегка прохладный, хотя имеет в себе и фруктовые нотки тоже. Ну, какие фрукты? Не сильно, прям уж, конечно, и фруктовые. Здесь гранат. Есть такая вот немножечко терпкость этого граната. Кислинку лично я на себе не очень ощущаю. Больше всего меня в этой парфюмке радует, конечно же, звучание моей самой-самой любимой цветочной ноты. Это Магнолия. Она превосходная, она не удушающая, она не тяжелая, она не слишком громкая. Вот как если брать, в общем, да, бело-цветочный парфюм. Все-таки он просто цветочный, но Магнолия, конечно, красоту свою здесь, да, она придает. В общем, древесная база, в основном она древесная, да, такая свежая, которая подойдет всем. И холодной и горячей кожей, поэтому, ну, мне кажется, это просто вообще супер. Летом я лично пользовалась, мне очень нравилась. Хотя она для лета, ну, довольно-таки громкая. Но если вы любите, то, пожалуйста, на вечер вообще будет превосходная парфюмерная вода. На осень, на весну шикарная. И даже зимой почему бы и нет. В общем, знаете, такая на свидание и в офис. В общем, в принципе, она очень красивая на повседневку. На эту парфюмерную воду мне очень-очень-очень часто делали комплименты. И спрашивали, что за цветок такой красивый. Ну, соответственно, это, конечно же, Магнолия, хотя там еще есть какие-то другие цветы. Но вот, мне кажется, именно она придает вот такой красоты звучанию. Знаете, потом я еще думала, какую же еще парфюмку добавить к такому подарку. Я решила, что так как я очень сильно люблю компанию Шейк, поэтому Шейк должен быть. Из тех ароматов, которые есть у меня в Шейке, я подумала, какой же именно аромат вот прям подойдет всем. И мне кажется, это Шейк под номером 90. Он у меня уже пришел, конечно же, но тоже нужно, знаете, наверное, завтра я вот прям поеду и все заберу. И Шейк, и заказ Фаберлик. Шейк в 20 миллилитрах, как и у меня, номер 90. Это, знаете, реплика или аналог, как лучше назвать, даже не знаю, на фирму Живанши. Парфюм Ангелы Демоны, версии Эликсир, по-моему. В общем, парфюм в оригинале уже давно снят, но он настолько прекрасный именно в Шейк. Я не знаю, как звучал сам оригинал, я не сравнивала, я не знаю. Но Шейк под номером 90 меня покорил. Покорил меня и всех, кто рядом со мной, когда прохожу, тоже постоянно покоряет. Знаете, дикое количество комплиментов, вопросы, шлейф. Сразу оценивают, как, что за аромат, это, наверное, очень дорогой парфюм. Да, ну то есть сразу оценивают его, как дорогой парфюм. Знаете, почему именно он? Потому что он, вот мне кажется, всем подойдет. Про что аромат? Давайте так. В общем, аромат не слишком, ну, он не сладкий, он как бы и не свежий, он, знаете, там и не перченый, не какой-то такой. То есть какие-то ноты, которые могут, ну, не все любить, да. Хотя, ну, я так понимаю, здесь белые цветы почули есть, но почули не ощущается вот так. Прям, знаете, как такой вот почульный-почульный аромат, потому что почули тоже многие просто не любят. В общем, аромат винограда. Очень вкусный, очень красивый, но помимо винограда, что вообще, почему виноград? Виноград-то здесь и не заявлен, потому что белые цветы и почульность обычно как-то так вместе играют именно виноградными нотками. Дальше здесь есть немного каких-то таких зеленых нот, немного, как будто, знаете, лимончика так чуть-чуть совсем добавили. Этот аромат приобретает такую молодость. Он такой игривый, хотя он виноградный, да. Хотя он, можно сказать, такой виноградный сок. Ну, это компот, да, так его можно определить. Но все-таки он именно парфюмерная вода, красивая, дорогая. Этот парфюм подойдет как и для взрослой женщины, так и для молоденькой. Потому что те комплименты, которые я получала, я, естественно, так их вспомнила. И припомнила примерно, сколько кому лет было из женщины и девушек, которые мне делали комплименты. И, знаете, он нравится всем, абсолютно всем. Поэтому, мне кажется, ну, никакой другой, как под номером 90, не подойдет на подарок. Он совершенно потрясающий. Компания Шейк – это турецкий производитель, поэтому здесь в составе есть, конечно же, масло. Аромат настаивается, он становится более, ну, не то чтобы густым, он становится более стойким. Он становится более многогранным, он все лучше и лучше раскрывается. И, знаете, мне кажется, 20 мл хотя бы на первое знакомство очень-очень даже хватит. Вот действительно так. Если уж, конечно же, вы захотите, потом, ну, можете даже и своим подругам дарить, да, приобретать и повторять себе уже в коллекцию. Я себе однозначно буду его повторять. Я не хочу в большой версии покупать, потому что, знаете, ну, у меня лично очень много ароматов. Поэтому пускай лучше будет в двадцаточке и очень удобно брать с собой в сумочку. Мне нравится вот именно версия от 20 мл. Это вообще, наверное, самая моя любимая версия. Вот. В общем, такой прекрасный шейк. Такой вот вкусный виноград. Кстати, кто купил, в комментариях мне все писали. Всем тоже аромат понравился. И поэтому я подумала, даже если выиграет тот человек, та девушка, та женщина, у которой уже есть этот аромат, на самом деле именно шейк под номером 90, вот что называется, его много не бывает. Он чудеснейший просто. У меня есть еще тоже такая 10 мл парфюмерная вода. Тейван Артистик Парфюмерс Магнолия Инфлёрс. Кстати, на тысячу подписчиков именно полную версию Магнолии я победительница высылала. Аромат у меня есть в полной версии. Он у меня есть задубленный, но, к сожалению, он уже начатый, потому что это был обмен с подписчицей. Я какой-то ей аромат отсылала, который мне не подошел, а она отослала мне Магнолию, которая не подошла ей. И вот здесь, конечно, да, возможно, аромат может вам не подойти. Но поэтому он в такой вот минимальной версии, да, чтобы вы его разносили, поигрались, так скажем, и все. Ну, в общем-то, знаете, я думаю, что если он вам не подойдет, то вы можете его всегда подарить. 10 мл я не вскрывала, там холостые пшики, то есть я этим ароматом не пользовалась. Так, даже, наверное, знаете, не буду открывать, потому что, ну, не хочу я, знаете, повредить саму упаковку. Все знают, как выглядит 10 мл travel версии парфюмерной воды от компании Эйван. Мне эта парфюмка безумно нравится. Она магнолиевая, она именно с яркими зелеными освежающими нотами, но очень громко, очень мощно. Зимой тоже можно носить. Кто не любит сладкие ароматы, пожалуйста. В общем, стойка шлейфово потрясающая. В общем, получается, что в конкурсе участвуют три аромата. Ну, шейк будет новый, это просто я сегодня вам свой показываю. Полноразмерка, да, 50 мл, 20 мл и 10 мл. В общем, вот такие вот парфюмки, они не сладкие, они не такие вот, мне кажется, знаете, в принципе, всем подходящие. На любой случай подходят они и на любое время года. Знаете, такие универсальные просто солдатики. И плюсом еще будет тушь. Так что, кто хочет участвовать, обязательно пишите под этим видео комментарий. Участвую, хотите, пишите побольше комментариев для того, чтобы шансы удвоились, утроились и так далее. Я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Значит, мы через дня-таки 4 выйдем, я выйду к вам в прямой эфир. И, в общем, ну там есть какие-то специальные программы, в которых мы будем как раз-таки делать розыгрыш, узнаем, кто выиграл. То есть, эта программа видит, она выбирает комментарий рандомно, любой. Но она, когда я открываю комментарий, она видит, подписаны ли вы на меня, да, именно какой комментарий она открывает. И, по-моему, даже стоял лайк или нет. Ну, в общем, как-то так. Обычно еще говорят там где-то в соцсетях, там какие-то там репосты сделать. Я этого не прошу. Просто, если хотите, конечно, можете репостнуть. Но это я проверять не буду. В общем, вот такое видео довольно-таки короткое, но по существу. Что касаемо, кстати, меня. Сегодня я была в аромате от Avon снятом Instinct. Мне он безумно нравится. Жаль, что нет его, знаете, в доступе, чтобы просто его покупать, покупать и покупать. Но, кстати, вот этот аромат не всем понравится, да. Он все-таки такой, ну, как мне кажется, на любителя. Я продолжаю внедрять в свой гардероб зимние, осенне-зимние, летние платья. Это платье от фирмы Твое, видите. Оно тоже достаточно такое плотненькое. Трикотаж. Вот. Я решила, что сверху такой вот классический жакет очень даже подойдет. Вот такой вот цвет серо-синий. И мне кажется, очень даже неплохо с такой персиковой помадой, да. Ну, в общем, вот такая практически нарядная. Хотя, мне кажется, все видео я просидела и не было видно, что я, в общем-то, в жакете. Вот все, мои дорогие. Огромное всем спасибо, что вы подписаны на меня, что вы не отписываетесь, что вы смотрите мои видео. Хотя, конечно же, не пять тысяч просмотров у меня на каждом видео. Не все смотрят. Но кто смотрит двойное, тройное, просто спасибо вам огромное. Оставайтесь со мной. По поводу канала «Мои планы». Давайте, может быть, вам так в трех словах расскажу. Продолжаю снимать парфюмерию. Продолжаю пытаться знакомиться с люксовым сегментом в том числе. Планирую вернуться к Арифлеям. Я что-то вчера или позавчера, знаете, так подумала. И думаю, ну, наверное, надо что-нибудь заказать все-таки. Да, иногда я, конечно же, снимаю макияжи. Иногда я показываю свои покупки тени, помады и все остальное, да. Не каталожное, а что-то вообще совершенно другое. Мне даже, знаете, как-то недавно одна девушка написала, а что ты заделалась, значит, типа... Ну, не то чтобы там бьюти-блогерам. В принципе, парфюмерия – это тоже бьюти, я считаю, индустрия довольно-таки бьюти. Ну, в общем, что по косметике. Что я блогер косметически, что-то там решила стать косметическим блогером. Что я там нет-нет, да, показываю какие-то свои тени. Знаете, давайте так, раньше был у меня канал, ну, все-таки исключительно парфюмерный. Иногда я показывала какие-то там влоги, поездки. Вот, но сейчас все-таки этот канал просто обо мне. Это просто я, которая покупаю парфюмы, которая покупает косметику, которая показывает, какие она купила вещи, расхламляет вещи и все остальное. И также, если будут поездки, будут поездки. Как когда-то уже, наверное, все-таки случится тот момент, когда мы переедем в дом. Добавится, может быть, тогда еще что-то из моей жизни, да. Может, какие-то, я не знаю, там уборки, потому что это новый дом нужно приводить в порядок. Может быть, какие-то годовки, может быть, даже какие-то посиделки с друзьями. Не знаю, если кто-то захочет как-то что-то в этом участвовать. Я всегда за и всегда буду все показывать. Поэтому, знаете, именно косметическим блогерам я не стала. Я просто показываю здесь свою жизнь. Вот и все. Так что большое спасибо, что вы со мной. Вот, новым подписчикам привет. Огромное спасибо вам. Не было бы вас, не было бы у нас розыгрышей. Ну, на этом все. На самом деле, может быть, вечером все-таки мы встретимся с ароматами Арифлейм. Топ-10. До новых встреч. Пока-пока.